В районной библиотеке имени Евгения Янищиц состоялся вечер памяти, посвященный 75-летию со дня рождения известного полесского краеведа, путешественника и экскурсовода Алексея Дубровского. Вместе с родными, близкими, друзьями и коллегами на встречи побывала и наша съемочная группа. В этот день зал районной библиотеки имени Евгения Янищиц не смог поместить всех желающих попасть на эту встречу. Вечарына, как назвали ее организаторы мероприятия, посвящена выдающемуся человеку, которого знали, любили и уважали многие. Все, кому посчастливилось быть лично знакомым с Алексеем Дубровским, непременно называли его ходячей энциклопедией Полесья. Неутомимый путешественник, экскурсовод, краевед, эколог знал каждую тропинку на Полесье, каждую деревеньку в самом отдаленном уголке края. Ему было знакомо каждое растение на полесьских полях и болотах. В двух штрихах портрет Дубровского не нарисуешь. Это настолько многогранная личность и даже не знаешь, что же на первый план поставить. Я бы поставила на первый план его жажду знаний и открытий. Мне кажется, что он никогда не уставал учиться, читать, путешествовать, знакомиться с людьми, получать от них какие-то новые знания, опыт и точно так же никогда не уставал эти знания передавать. Алексей Дубровский занимался краеведением, снимал любительские фильмы, разрабатывал эко-маршруты, издал несколько книжек и фотоальбомов о Полесье. Сотни его статей на тему экологии, истории и туризма регулярно печатались в белорусских и зарубежных изданиях. Все это в свободное от работы время, параллельно с ней. Это была его жизнь, его бессменное увлечение, его неповторимая сущность. Дубровский был одним из первых экскурсоводов Беларуси, который стал лауреатом конкурса «Познай Беларусь». У него был иной взгляд. Как экскурсовод, а мне как раз вот этот вид деятельности очень близок, как председателю общественного объединения экскурсоводов, как экскурсовод, он показывал объекты не однопланово, а только бы его взгляд зацепился за что-то, за листочек, за травинку, за какой-то гриб, за старую хатку, за церквушку, за памятник, за стену, за камень-волон. У него сразу было много планов, которые были связаны с этим. В 90-х, когда Алексей Николаевич был главным экологом в Институте мелиорации Гипромелио-Водхоз, он исследовал многие уголки первозданной природы. И именно благодаря ему существует целый ряд заказников в западном Полесье. В его публицистических статьях звучит такая боль за мелиорированное Полесье, местами бездумно и избыточно мелиорированное. Для меня наследие Дубровского, когда я еду, скажем, на Столин, вижу поле, и в поле оставлено там, ну, не знаю, сколько, не могу подсчитать, никогда этим не задавалось, оставлены дубы. Для меня это наследие Дубровского. Когда я попадаю в какой-то заказник, для меня это наследие Дубровского. Вижу, как цветет венерин башмачок, который он показывал, первый, кто он показал, мне и многим другим был Дубровский. Это его наследие. Красуется дуб королевы Боны в Дубайском парке, наследие Дубровского. Не загинул, слава богу, наш Парижский парк, наследие Дубровского. Участники встречи вспоминали о многих совместных путешествиях с Дубровским, каждая из которых становилась событием. Все, кто в разные времена работал с ним плечом к плечу, непременно говорили о нем как о человеке очень харизматичном, талантливом, открывателе, популяризаторе исторических, экологических знаний, человеке с особенным ощущением своей сопричастности и ответственности за край, в котором мы родились и живем.